Важная дата для нашей страны. 15 марта 2024 года, 30 лет Конституции Республики Беларусь. Встреча Трампа и Орбана. Заговор против Байдена. Папа Римский призвал Украину поднять белый флаг и пойти на мирные переговоры. В Сочи завершился Всемирный фестиваль молодежи. Здравствуйте! В эфире программа «Свежим взглядом». Как всегда, посмотрим свежим взглядом на события мира, страны и региона. 15 марта 2024 года отмечается 30-летие со дня принятия первой Конституции, суверенного белорусского государства. Эта Конституция положила начало новому этапу развития белорусского государства и в целом нашего общества. На ваш взгляд, чем значима эта дата, какие изменения претерпела наша Конституция и почему Конституция – это, в принципе, наверное, самый важный документ для белорусского общества и любого общества в целом? Без Конституции славянское общество, да и европейское общество существовать не может. Это общепринятая практика, это установление, это организация порядка нашего общества, это стимулирование взаимодействия властных структур с обществом и наоборот. Наша Конституция достаточно молодая по меркам историческим, ей исполняется в этом году 30 лет и нам необходимо не упустить ее дальнейшее развитие. Нам необходимо воспитание в духе нашей Конституции, в характере, в дальнейшем развитии образованности нашего населения. Санна Владимировна, что вы думаете по этому поводу? Чем наша Конституция лучше, не только потому, что она наша, а в принципе действительно чем? Наша Конституция, мы в преамбуле об этом закрепили, а мы это народ Белоруссии, о том, что мы опираемся на вековую историю нашей собственной белорусской государственности. И установление то, что человек, его права, свободы, гарантия их реализации является высшей ценностью и целью общества и государства, вот это и делает нас сильнее. Отличаться мы можем и отличаться мы будем. Кто-то скажет, что их Конституция, их государство, допустим, Северной Америки может быть им ближе, Но важно, чтобы нам была близка наша Конституция и те нормы, те сохраняемые нами и оберегаемые, и передающиеся дальше поколениям традиционные ценности, привычные ментально нашему народу, вот это главное. А то, что она будет отличаться, пусть отличается в развитии интересов всего общества, как и закреплено в одной из норм нашей Конституции. Какие ценности традиционные, какие ценности нам близкие прописаны в нашей Конституции, утверждены, о чем вы говорите? Хорошо, наша культура, наш образ жизни, наша ценность семьи, наша забота о старшем поколении, наши возможности для инвалидов, для семей с детьми, Причем уже говорим мы не только об охране материнства, как это было привычно, но уже и об охране отцовства и повышении роли отца в нашей семье. О том, что не только государство создает условия для сохранения памяти исторической, но то, что и человек обязан быть патриотом для сохранения этой памяти. Поэтому это все ценности, на которых мы базируемся, и за которые мы, собственно говоря, подписав эту Конституцию, президент на основании выбора нашего городского народа и ратуем. Александр, что вы думаете по этому поводу? Для меня Конституция – это символический акт национального единства, это аттестат зрелости нации, которая способна создавать и удерживать в руках государство. Как великий дар в небес, потому что на земле, как известно, сотни народов, и только незначительная часть, 5% из них, имеет свое государство. Мы имеем, и Конституция – это аттестат зрелости нашего народа. Если говорить о том, какое значение оно в жизни общества играет, в основе республиканской формы – это фундамент, на котором она держится, теория общественного договора. То есть это и есть тот самый договор, где прописаны те принципы, на которых мы организуем отношения, в том числе в политической сфере, где каждый ведет себя по правилам, как джентльмен. Без этого мы просто толпа варваров, неорганизованная, стихийная, дикая, которая будет менять вождя через 2-3 недели, которая будет устраивать побоище на площадях. Мы действуем в конституционном поле, то есть мы созрели для того, чтобы играть по правилам и придерживаться этих правил. Если говорить о том, что отличает нашу Конституцию, то ее отличает идеальный баланс. На самом деле, если посмотреть на историю всех государств СНГ, после того, как Советский Союз прекратил свое существование, на первых порах было желание так идеально сбалансировать систему полностью, разделить поровну полномочия, дать всем равные парламенту и президенту, за что нас критикуют теперь, что якобы у нас конституционный перевес в сторону главы государства. Но на самом деле, и наука политическая так отвечает на этот вопрос, и политическая практика, верховный арбитр должен быть и присутствовать. Власть вообще политическая не делится по определению, да, с точки зрения науки политической, это первый момент. Второй момент, если разделить ее поровну между институтами, рано или поздно начинается конфликт. Поэтому должен быть верховный главнокомандующий, собственно, у нас есть. Да, глава государства. И это ведет к конституционному кризису, который в конечном итоге может привести к гражданской войне. То есть в Конституции мы проходили этот путь, искали свой путь. То есть мы в очень сложных условиях, геополитических, геостратегических, общественно-политических. То есть мы всегда на острие. И вот эти сложные, тяжелые условия заставляли нас идти от жизни. То есть искать этот баланс на практике, где разные стороны предлагали нам полностью обнулить свой опыт, принять чужой опыт, который абсолютно не будет работать. Наша политическая культура, она иная. И вот эти основы политической культуры, в которой заложен многовековой опыт нашего государственного строительства, они заложены в Конституции. И основные принципы, это, конечно, демократизм и народовластие. То есть наша демократия, она сложная. Одна из сложнейших таких по типу. Почему? Потому что она предполагает массовое участие. Народ, главный источник и носитель власти. Ну, так же и должно быть. Демо с народом. И в этой студии уже неоднократно звучало. Демократия у нас молодая, но она лучше старой демократии американской, которая уже прогнила и впитала в себя много ненужного. Артем, чем еще лучше наша Конституция и наша молодая демократия? Вы знаете, я могу сказать, она суверенная. Вы знаете, мы ее принимали сами, без советников. И очень важные вопросы, начиная с 94-го, 96-го, когда народ поддержал президента, снял ограничения на сроки. И последнее в 22-м году мы сами это принимали. Мы также поддержали флаг, также поддержали президента. Мы поддержали свои традиционные ценности. У нас появится и заработает новый конституционный орган Себеорусско-народное собрание. Мы сами на своей земле решаем, как нам жить. И Конституция это все запечатлела. Это все запечатлела волю народа и выбор будущего. Вот я считаю, суверенность нашей Конституции это самое главное ее достоинство. А как могло бы быть, если бы не было того, о чем вы говорите? Мы можем привести пример какой-то страны, в которой не так, потому что было сильно... Вы знаете, наши, наверное, может и не стоит так, но сейчас много об этом говорится. Конституция России 93-го года и наши союзники, наши братья до сих пор не могут как-то навести порядок. И какими усилиями, когда в Конституции написано, что природные ресурсы страны принадлежат не только государству народа, но и иным. Это что значит? Это всем остальным, понимаете? И чтобы эту строчечку исправить, сколько усилий? Как надо было выстраивать политическую систему, чтобы объяснить, доказать народу, что пришло время, изменить? Эта Конституция писалась с западными советниками. Но эта строчечка же нужна была тем иным. Да, конечно. Кто хотел владеть этими ресурсами? Кроме того, наша нынешняя Конституция Республики Беларусь имеет социально-экономический опыт и правовой. Правовой опыт это уже, по сути, шестая в истории, скажем, развития наших земель Конституция, начиная еще с 1919 года с образования Советской Республики Беларусь. В общем-то, и она прошла, скажем так, десятилетний опыт, она, вот, было правильно, коллега сказано, она действительно суверенна, так? Это не та Конституция, которая, в общем-то, была написана, по сути дела, на коленках, да, там кем-то придумана. Это Конституция выработанная, да? Один коллектив авторов совместно с общественным мнением ее создал. Да, значит, последующие поколения ее, значит, редактировали, они ее дополняли, они дискутировали насчет, в общем-то, тех либо иных, вот, сегодня очень хорошо было сказано статьи, да, значит, наша Конституция. А что касается социально-экономического поля, она отличительна, она очень хорошо и четко отличается от многих Конституций, допустим, той же Германии, к примеру. Если мы сравним этот же период в нашей истории, там будут отличия разительные, и в этой связи мы имеем совершенно иную Конституцию, подкрепленную нашим социальным опытом, и этот социальный опыт мы не собираемся никому отдавать. Мы будем ими заниматься дальше, и мы будем его развивать. Хорошо, а есть какие-то недостатки в нашей Конституции, или давайте назовем их так условно, недоработки? То есть то, над чем нам еще, наверное, стоило бы поработать, на ваш свежий взгляд, Светлана Владимировна, как вам кажется? Я не думаю, на данный момент нет, потому что то дискуссионное обсуждение, широкомасштабное в буквальном смысле, вовлечены были молодежные аудитории, вовлечены были ветераны, в том числе юриспруденции. Помимо комиссии конституционной, я сейчас говорю о референдуме подготовки, о проекте Конституции, настолько было много предложений, которые сквозь сито, безусловно, проходили, и многие они нашли отражение в действующей Конституции сейчас. Что если бы на данный момент был некий лакуна в праве, был пробел, то наверняка среди миллионов населения, особенно тех, кто очень уж пристально и критично с целью внести какой-то диссонанс, они бы не упустили этого момента, вы же понимаете. Если бы он был, то, конечно, он бы уже был озвучен. В чем достоинство еще одной из нашей Конституции? Это кажущаяся, я это слово подчеркну, кажущаяся простота изложения. Потому что сегодня любой человек, умеющий читать, владеющий азбукой, прочитает, и ему будет понятно все. Даже в таких нормах, где речь идет о принятии законов, о работе госконтроля, судебной системы, финансовых. Очень понятный, доступный язык, который вместе с тем не позволяет какого-то двойственного трактования. Вот если бы, условно говоря, от замены запятой что-то принципиально менялось, я бы тогда сказала, ну, наверное, здесь где-то мы недоработали. На данный момент я Конституции не просто удовлетворена, я как гражданин просто откровенно ею любуюсь. Ну и понимаю, что с развитием наших общественных отношений, с тем, что мы дорастем до некого еще статуса и понимания, особенно новые поколения, которые, вероятно, внедрят где-то новые технологии. Они, естественно, будут некоторые обновлять нормы. Вот, например, у нас же не было нормы о защите персональных данных. Вот, пожалуйста, она у нас есть. У нас, скажем, не было нормы определенной о нашей военной безопасности. Вот сейчас уже она у нас есть. У нас не было ранее действующих атомных электростанций. Сейчас мы об этом уже говорим и говорим об исключительно мирном атоме. Поэтому сказать, что мы не предвидели что-то, а мы не можем предвидеть сейчас, находясь в этой точке времени, абсолютно все. Но, по крайней мере, общество постаралось этот общественный договор сделать максимально доступным, понятным и соответствующим сегодняшнему дню и еще на перспективу. Есть прецедент, и если есть прецедент, мы вносим изменения в Конституцию, понятные для общества. А вот на мировой арене происходят вещи далеко непонятные, двойственные и даже какие-то заговорческие. Давайте поговорим об этом. Состоялась встреча между Трампом и Орбаном. Это что? Заговор против Джо Байдена? Это вызов Джо? Это показательная встреча? Что это, на ваш взгляд? Для меня это свидетельство того, что мир меняется, и мир будет меняться. То есть вот этот ультра-радикальный глобалистский проект, он завершает свое существование, и его эра прекращается, заканчивается. Мне кажется, Орбан – это первый в Европе. Удивительно, что только один пока президент достойный. И мы сразу понимаем, что с Венгрией можно вести диалог, можно разговаривать. То есть Орбан этим самым бросает вызов Евросоюзу послушному перед всей Америкой, официальным Вашингтоном, и говорит о том, что он будет защищать свою страну, исходя из национальных интересов. Поэтому встречается в Америке с тем, с кем ему выгодно, в ком он видит тот источник защиты в будущем, интересов Венгрии, то, что отвечает его политическим вкусом. Это уже назвали консервативной контрреволюцией, консервативной силой, да, как основной оппонент либеральному проекту мироустройства. Трампа называют сейчас консерватором, абсолютно верно, консерватором, который вернет Америке былую идеологическую мощь, потому что слишком много вещей делается для внешнего контура, а вот о внутреннем, к сожалению, забывается. Растет безработица, определенный ряд проблем внутри некогда былого великого государства, былого величия. Сейчас этого величия, как утверждает ряд экспертов, как мы уже неоднократно обсуждали в студии, наверное, нет. Чем еще интересна эта встреча? Да, многие эксперты говорят о том, что Орбан посланник Путина, да, и что он должен донести Трампу определенные вещи. Встреча лидера партии республиканцев, с одной стороны, Трампа и руководителя Венгрии, это частный неофициальный визит. Почему они встретились? У них была повестка экономическая. Это первое, почему они встретились. На сегодняшний момент баланс торгового оборота между штатами Флорида в США и Венгрии составляет порядка 350 миллионов долларов. Эта цифра не удовлетворяет стороны, поэтому в первую очередь вот эти экономические проекты, их обсуждение, их реанимация и были заложены в основную. Это была официальная повестка этого частного визита. Естественно, что это был визит не в Белый дом, да, это площадка консультативная между двумя этими политиками. Итак, для того, чтобы еще раз обсудить дальнейшую программу в случае, если господин Трамп одержит победу в ноябре 2024 года на выборах президента США, в общем-то, сверить часы, как в дальнейшем эти два лидера будут действовать по направлению украинского кризиса и в отношении других вопросов. Но здесь я не стал бы питать иллюзией, поскольку Трамп сейчас уже в своей предупрежденной программе очень жестко отозвался и об украинском кризисе, и, к сожалению, об Российской Федерации он сказал, что он заставит, только непонятно, как он это еще будет делать, посадить две стороны за стол переговоров. Данная ситуация Украину методом прекращения, полного прекращения ее поддержки, а Российскую Федерацию методом ультиматумов, да. Какие ультиматумы сейчас аналитики еще их анализируют, но, тем не менее, встреча достаточно, нужно к ней осторожно, я считаю, относиться, но позитивно к этой встрече нужно относиться в экономическом ключе, о котором я только что сказал. Ну, для начала Украина должна сама себя снять запрета проведения переговоров, это все-таки первое. Второе, Орбан, конечно, провенгерский, абсолютно. Он не пророссийский, он не прозападный, он не провенгерский, он провенгерский. Мы не раз об этом говорили. Чем интересна эта встреча? Вы сказали, что это не встреча в Белом доме, но тем паче, тем интереснее. Он приехал туда со своей дочерью. Это теплый, можно ли сказать, дружеский прием, Светлана Владимировна, как думаете, можно ли назвать это дружеской встречей? Я напомню, что с Джо Байденом Орбан лично никогда вот так вот тет-а-тет не общался и не встречался. Знаете, на мой взгляд, какова бы ни была частность кажущейся этой встречи, все-таки встретились две известнейших персоны политические. Это руководитель европейского государства, на минуточку, и это претендент вновь занять кресло в Белом доме. И даже если они обсуждали бы и дали бы пресс-конференцию, что наши вопросы были исключительно в русле экономики, это все равно политический акт. Причем это встреча на территории США, вне стен Белого дома и даже где-то в чем-то и демонстративная. И те комментарии, которые дали оба, один другого нахваливает, не скупится на эпитеты. Знаете, не хотелось бы такой злоязычной показаться, но мне почему-то вот Крылов вспомнился с его басни, кто кого там хвалит. Итоги этой даже встречи мы с вами, опять же, вспомним народную мудрость «Цеплят по осени считает». Вот по осени мы как раз-то и посмотрим, достигли Виктор Орбан той цели истинной, которую он преследовал. Но, безусловно, его, как мне кажется, визит для него выигрышный в любой ситуации. Он еще раз дал повод о нем поговорить. Этот визит вызвал хоть и частную ревностную ревность со стороны главы Белого дома в данный момент. Ну и вольно-невольно в кулуарах политики заговорили о том, не станет ли Виктор Орбан той персоной, которая будет контактировать посредником и в дальнейшем между странами Америки, государствами Америки, европейскими государствами и даже, возможно, и Россией. Просто такое проскользнуло у Сиака, да, то есть такой намек, да, немножко на это. Артем, как вы считаете, это вызов Джо Байдену, вот мы его сейчас видим на экране, против него готовится заговор, причем какой-то демонстративный, либо Орбану просто в принципе-то все равно, что подумает о нем Байден, что подумает о нем Трамп, и ему важна экономическая составляющая его страны. Во-первых, мне кажется, политический рейтинг самого Байдена уже не так высок, и страх о том, что лидер Соединенных Штатов как-то не так оценит, или вызвать у него гнев уже не такой велик этот страх. Второе, если человек, Виктор Орбан, выступает в интересах своего государства, в интересах своего народа, говорит, ну, логичные, здравые вещи, да, смотрите, то он автоматически становится посланником Путина. Да, заметили? Я не думаю, что тут какой-то такой, знаете, может, связующую роль. Конечно же, Орбан делает ставку на то, что Трамп, возможно, может стать президентом и зарабатывать себе на будущее какие-то политические очки. Что касается вопросов Украины, мир в Украине будет подписан на условиях России, и никаких ультимативных таких заявлений и напутствий, нагибаний, может, если так можно выразиться, в сторону России не будет. Кто бы ни пришел к власти в Америке, я уже постоянно говорю в этой студии... Он не будет нам другом. Да. Ни нам, ни России. Да, действительно, я прекрасно это помню. Что еще может значить эта встреча? Как вы думаете, Александр? И вообще, значит ли она что-то? Или это просто очередное американское шоу с духом европейского кино? Я, честно говоря, ждал ее как глоток свежего воздуха. Не потому, что это Виктор Орбан, любой европейский политик, который бы действовал не в духе Вашингтона, да, и действующего главы государства Байдена и его политики, он сразу уже вызывает у меня уважение. То есть он оказался сильнее ситуации, да, выбился из этого подстриженного... Газона. Газона, да. Американского. Трамп назвал его великим лидером. Ну, великий, он сильный лидер. Он, возможно, тут трудности привода, он, безусловно, сильный лидер. Сильный лидер, и таких сильных лидеров не хватает в современной Европе и европейским государствам. Если бы таких сильных лидеров было побольше, возможно бы конфликта на Украине не было. И мир бы сегодня не стоял на грани того, что ему угрожает, к сожалению, да. То не было бы, наверное, в целом Североазластического альянса. Кстати, по этому поводу экс-советник Трампа Стив Беннон сообщил в интервью итальянскому изданию о том, что бывший президент США не любит ни Евросоюз, ни технократов НАТО. То есть, как бы, если у вас проблемы, или если вам кажется, что Россия вам угрожает, вы справляетесь с этим сами. Что вы по этому поводу думаете? Трамп, он вообще, вот какая персона, да? Он кому друг? Кроме самого себя, своей семьи, наверное, там, своей страны и так далее. Это свидетельство, во-первых, что он умный человек, да? Он понимает, что если мы добиваемся полного согласия, то, соответственно, обеспечивать будем их сами. То есть, каждый должен взять ответственность на себя, в том числе в экономическом смысле, да? И решать, участвует он в этом проекте, ну, на за свой счет, либо не участвует, потому что содержать такую махину, которую на сегодняшний день тянут на себе Соединенные Штаты, ну, это не под силу, наверное, даже и Соединенным Штатам. То есть, нужно отпустить уже вожжи. Когда вот у Владимира Путина спросили, как вы считаете, какая администрация будет для нас проще в плане сотрудничества, он сказал, администрация Джо Байдена. Поэтому я хотел бы, коллег, немножко поправить в этой ситуации. Я сейчас не выступаю ни за каких лидеров, надо глубже анализировать. Дело в том, что Трамп – это предприниматель, это предприимчивый человек. И поэтому эта встреча – это два гола в ворот оппонентов. Значит, господина Трампа, первый гол – это, еще раз подчеркну, экономический, потому что у них там есть интерес. Я вам даже переведу такой факт. Если бы Флорида была независимым государством, она была бы 14 экономикой мира. А второй гол – это гол политический, о котором только что коллеги справа и слева говорили, об этом они утверждали. Но если все-таки Дональд Трап возвращается в Белый дом, то ситуация для торгово-экономических отношений – это абсолютно проамериканский президент. Действительно, его можно как угодно называть, патриотом, не патриотом. То же самое можно говорить об Орбане. Но Трамп будет вести достаточно жесткую протекционистскую политику в своем государстве. Он будет достаточно принципиально и свойственно ему вычурно отстаивать свои национальные интересы, что, конечно же, может повредить. И уже далеко ходить не нужно. Мы с вами знаем последствия торговой войны с Китаем, которые устроили в штатах. Эти последствия коснулись обычных рядовых граждан, миллионов даже, к сожалению, в нашей республике Беларусь. Очень было много неудобств. И технологических, и логистика, и все остальное. Трамп говорит, что он прекратит войну с Украиной. Вот здесь, Николай, не питаем иллюзий. Ничего не прекратит до тех пор, пока Российская Федерация не поставит здесь точку и не достигнет своих целей в рамках специальной военной операции. Значит, другого не дано. Достигнет ли Российская Федерация цели специальной военной операции, если ее будет поддерживать Америка? Потому что я предполагаю, что Америка будет поддерживать, несмотря на то, будет ли Джо Байден, будет ли Дональд Трамп. Америке выгоден любой конфликт, даже мягкий, тихо, тлеющий. Бизнес, к сожалению. И ничего личного, просто бизнес. И Трамп это прекратит. А зачем это Трампу прекращать, если Европа исчерпает ресурсы обратиться к Америке, если это бизнес в плане оружия, если это деньги, 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 и еще раз деньги американские. Светлана Зеленовна, вы что думаете, прекратит ли он? Не прекратит, потому что на вопрос, а с кем дружит Трамп, он дружит со спонсорами своей политической партии. Поэтому вот эта вот дружба основана на стяжательстве. И просто вот кубышку больше бы еще наполнить. Ему и людей, которых он представляет, а он сегодня не какой-то там единоличник, да, у него и партия, и спонсоры, и военная промышленность, и та же самая нефтянка. Они все заинтересованы, что конфликт продолжался, и как можно больше, и приносил им прибыль в чистом виде. Поэтому, ну, популистки заявляет, предвыборная агитация повыше заметит не более чем. Итог военного конфликта на Украине, там, в Украине, я говорю, на Украине, решится только силами Российской Федерации. Вот потом уже закрепить победу российского оружия можно и переговорами. Но первые условия, о которых вы сегодня уже упомянули, отменить тот самый декрет, который прямо запрещает вести переговоры Украины и России. Перейти к мирным переговорам советует и Папа Римский. Если уж святые отцы дают такие мудрые наставления, то, возможно, к ним стоит прислушиваться. Но пока, увы и ах, обсудим это. Папа Римский призвал Украину признать поражение и пойти на мирные переговоры. Ответ Зеленского, я думаю, вы слышали. Ответ Кулебы, я думаю, вы слышали. Давайте об этом поговорим. Почему все-таки Папа Римский прав? Почему Украине пора поднимать белый флаг, несмотря на то, что, как уже было сказано, Кулебы, мы знаем политику Ватикана, их белый флаг, а наш флаг, извините, желто-синий, синий-желтый, и ничего мы поднимать не будем? Почему все-таки это стоит сделать? К этому стоит прислушаться, несмотря на то, что они сейчас говорят, что у них есть план С и так далее? Почему? Если читать пресс-релиз «Святого престола», то он отличается от всего того, что писали в интернете журналисты. Можно по-разному относиться к Франциску, но он здесь выступил в определенной степени нейтральным лицом. Там не было тех заявлений, о которых говорил господин Кулеба. Там было нейтральное отношение к тлеющему этому конфликту, скажем так, развивающемуся уже в пользу Российской Федерации. И призыв к сторонам не только, условно говоря, к Российской Федерации, но и к Украине, и к другим игрокам, ко всем ведущим государственным, скажем так, Европой, прислушаться к критической ситуации на Украине, к той гуманитарной катастрофе, которая там уже, к сожалению, сложилась, особенно в восточных частях этого государства. Поэтому здесь я вижу две линии интерпретационные, того, что сказал понтифик. Это линия дипломатическая, дипломатика политическая, если можно так выразиться, с одной стороны. А с другой стороны, это общественно-социальная линия, связанная с журналистами и с интерпретацией отдельных политических деятелей, аналитиков, политологов, историков и так далее. То есть каждый начинает притягивать одеяло на себя. Но, конечно, если вчитаться в этот пресс-релиз, я прочитал, что сегодня западный мир по-прежнему лицом и руками понтифика продолжает тянуть на себя одеяло и заявлять о том, что это мы должны прийти на восток Украины, это мы должны завершить конфликт, это мы должны поставить в этом конфликте точку, а не Российская Федерация. И мир должен быть заключен на наших условиях. То есть здесь ситуация достаточно сложная. Если этот пресс-релиз почитать один раз, там сложно что-то понять. Давайте немножко проясним понимание. Вы предшественника Папы Римского знаете? Помню, конечно. Чем он отличался от ныне действующего? В плане своих характеристик, в плане своих идеологических устремлений и так далее. Хотя бы тем, что папа римский нынешний, он родился в Буэнос-Айресе. Это Аргентина. Этот человек знает, что такое нищета. Этот человек знает, что такое голод, решение и война. Поэтому он действительно может выступать за то, чтобы на Украине, а, прекратился нацизм, и, б, все-таки завершилось кровопролитие, на которое Зеленский сам отправляет ни в чем не повинных своих людей, принудительно их мобилизируя. Поэтому я считаю, что в его словах есть доля правды однозначна и доля искренности в том числе, как считаете вы, Светлана Владимировна? Я считаю, что понтифик говорил еще как иерарх католического мира. Самоубийство в христианстве – это тяжкий грех. То, что совершает сейчас Украина, это очевидно. Это власти Украины толкают нацию на самоубийство. Оставаться в такой ситуации безучастным, несмотря на все те кощунственные вещи, которые происходят в Украине с православной церковью, но это все равно, тем не менее, мнение христианского лидера. Поэтому, коль бы не были мы настроены скептично и пытались улечить его в неком дух смысле, я бы все-таки приняла на веру его слова и обращение, что, ребята, ну не хотите вы белые, ну поднимитесь вы там свой желто-блокитный, блокитный желтый, не в цвете флага речь, а в том, что прекращайте вы, ребята, заниматься самоубийством. Вас и так осталось слишком мало. Вы погибли, вы разъехались, вы потеряли веру, вы сидите у себя и боитесь что-то сказать, правду отстоять, потому что иначе вас и на улицу скрутят, и в окопы бросят, вас и обличат в измене государства, и придадут плодосмертной казни. Чудовищные вещи. Можно, конечно, ссылаться на то, что, ну пускай там внутри разбираются, народу Украины важнее, ну народ Украины это такие же, как и мы, христиане. И я верю, что его посыл, знаете, вот молчал, 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 да, а потом все-таки сказал, но видимо, какая-то чашка там или чаша переполнена и его. С другой стороны, можем вспомнить, как тот же Папа Римский осуждал гонение на православную церковь в Украине. И когда мы уже обсуждали в этой студии и видели те самые иконы с портретами Порошенко, как святой семьи. Конечно, Папа Римский, скорее всего, искренне не хочет, чтобы этот весь ужас продолжался в Украине. Сегодня Украина уже не может выполнять обязательства по социальной сфере. Люди живут в ужаснейших условиях. И, вы знаете, не только, наверное, материальных, но и, наверное, духовных условиях, когда... Но их лишили правды. Лишили права. Народ подавлен. Право, правды, свободы. Многие не могут высказаться. Ниний и так далее. Давайте вспомним, что многие потеряли близких, да. А народ Украины живет в состоянии ненависти к своему старшему брату, да. Они уверены, что именно Россия виновата во всех их бедах. Такая ненависть не может дальше продолжаться. И вот этот голос разума Папы Римского, основанный, наверное, на милосердии к народу, взывает украинцев сейчас. Вам же самим выгоднее остановиться сейчас. Потому что, как я уже сказал, дальше будет только на условиях России. Все так же украинцы ненавидят своего старшего брата. Или все-таки мнение изменилось, глаза открылись. Потому что я тоже читаю и комментарии многие в интернете, и какие-то украинские порталы. Когда все только начиналось, это было, да, они там хотели идти в бой и так далее. Но действительно, львиная доля той самой деноцификации, она, видимо, проведена. Да и люди просто устали от бессмыслица этого всего. Вот действительно ли у них такое отношение к России сейчас, как вы думаете? История знает примеры, когда государства и народы, вступая в конфликты, опаленные вот этой ненавистью, они доходили до края пропасти. То есть та разруха, которая в Украине, это еще не предел. И я, к сожалению, думаю, что мы еще увидим еще большее падение вот в эту бездну. И понтифик повел здесь себя как человек мудрый, это первый момент, а второй человек как человек, верующий в Бога, поэтому имеющий совесть. Это голос Украине. Мы с Запада, нам виднее мотивы, которые толкают помощников Украины, дальше науськивают продолжать этот конфликт. Не надо не делать этого. Это надо рассматривать как совет понтифика. Он никогда не пожелает с точки зрения священника католического, он никогда не будет желать что-то вредное. Ну, гуманности, да, человечности. Потому что в этом его миссия. Посоветовать. Он не может, возможно, открыто заявить, да, так как многим бы хотелось, он должен сохранять нейтралитет в какой-то степени, но он говорит, ребята, остановитесь, потом же хуже будет. Еще раз я напомню, откуда он, и как прошло его детство, и что он знает, и что он видел. Это далеко не какая-то элитная богатая семья. Нет-нет-нет, совершенно нет. Николай. Таким образом, украинское общество дезориентировано и дезинформировано. Очень противоречивые цифры. Сейчас социологи австрийского евробарометра и украинские показывают 50 на 50. Одни выступают действительно за продолжение боевых действий, особенно это центральная часть Украины, западная часть Украины, всем понятно почему. Другие выступают наоборот, что страна находится в критической ситуации, и в этих условиях сложившихся надо начинать взаимодействовать, коммуницировать, отменять все эти указы, приказы и другие декреты, которые они приняли абсолютно незаконно, начиная еще с 2014 года, у них власть нерегативна. Потому что они не последовали в 2014 году к конституционному преобразованию. Кровавый переворот. Через полгода там должны были пройти выборы с участием всех этих товарищей, которые пришли к власти, значит, после Януковича, вот начиная с Порошенко. Поэтому общество обмануто на сегодняшний момент. Это, мне очень печально. Мне жаль украинцев. Я думаю, и всем здесь присутствующим тоже. Особенно, значит, те, кто проживает на востоке Украины. Те люди, которые сейчас находятся в Киеве, они обманули, они ограбили, в общем-то, причем в прямом смысле этого слова, и продолжают убивать. Значит, там, в 90-м году они убивали, значит, тем, что у них был высокий уровень наркомании, значит, и у них была яма демографическая. А сейчас они убивают и первым, и вторым, значит, и социальным кризисом, и еще военным широкомасштабным бесконечным конфликтом. Но уже сегодня, по некоторым данным, доходит информация с Украины, что начинают действовать подпольные ячейки. О чем это говорит? Что внутри народа украинского начинает просыпаться, люди начинают одумываться, раз появились хотя бы эти ячейки. Это хороший знак. То есть прозрение приходит, прозрение, и оно придет. Мы надеемся, что прозрение придет, потому что Украину обманули и продолжают обманывать до сих пор. А ведь можно было бы жить дружно. И Россия не враг, и Россия не хочет вражды и раздора. Россия хочет объединять и доказывает это. В Сочи прошел международный молодежный форум. Обсуждаем. Международный форум молодежи завершился в Сочи. Ярко, красочно, дружно, как я уже сказала. Давайте обсуждать, почему беспрецедентная важность этого мероприятия. В чем? Динамично прошел этот форум. Были представлены практически все слои общества молодежного. Задача была такая гуманитарно-стратегическая, я бы так сказал, для того, чтобы показать, чтобы эти журналисты, которые приехали, это и страны Африки, это у нас Передняя Азия, Турция, Ближний Восток, азиатские государства. Чтобы они, вот эти люди, доносили, не просто доносили, чтобы они создавали программы в своих государствах, которые позволят на постоянной основе заниматься вот этими вещами и создавать вот эти вот ячейки общественно-молодежные, которые позволят, в общем-то, интегрировать наш континент. Помните, этот товарищ, нет, его товарищем назовешь господин Макрон, говорил, от Лиссабона до Владивостока. Ну и где ваш господин Макрон, Лиссабон, Владивосток? Где ваш Владивосток? Вы заявляли, а Россия реализовала, по сути дела. Да, заявлений прозвучало много, вот вы сказали о прагматичных заявлениях. Вот один прагматичный итальянец на этом форуме захотел фотографию с Путиным, а как он это мотивировал? Мотивировал. Владимир Владимирович, у нас в стране, в Италии, у нас говорят разное, и в принципе, да, в Европе, что вы не настоящий, что вас нет, что вы не существуете. Можно я с вами сфотографируюсь? То есть, действительно, там есть такое определенное промывание мозгов, и вот этот форум стал очень хорошим противоядием от таких рупоров информационных. Александр Владимирович, вы что думаете по этому поводу? Я видела, вы в своих соцсетях освещали этот форум, говорили о том, что вот посмотрите, как замечательно выглядит и белорусская делегация, вот посмотрите репортаж белорусских журналистов. Почему это беспрецедентно важно-то? И для нашей страны и части тоже. Потому что эта реализация лучше один раз увидеть. По сути, я бы сказала так, что это наш белорусский безвизор, реализованный в течение одной недели. 47 тысяч человек, если я не ошибаюсь, с начала года посетили безвизор в Республику Беларусь. И каждый из них увез правду о том, что он увидел. И это правда реально. Не в виртуальных сетях, а вот она есть рядышком. Здесь 180 стран, вот даже Аргентина сегодня нами упомянутая, порядка 100 молодых людей приехало из Аргентины. Я читала, что они специально учили русский язык для того, чтобы общаться не просто на английском, а чтобы понять дух русского народа и общаться на понятном языке. Они везут с собой только положительные эмоции. И вот знаете, демонстрация возможностей, когда только от них спикеров 1300, и спикеру ого-го, какого уровня, когда это вот шествие в национальных костюмах, в том числе и наша любимая Республика Беларусь. И вот эти белорусы наши пишут, значит, подошел парень с литовским флагом, вот почему безвиз вспомнила, да? И вот так как-то его обаяли наши земляки, что он шел уже вместе с ними и кричал за Беларусь. Понимаете? Это дорогого стоит. Это поэтому закрываются границы, это поэтому Литва закрыла еще два КПП, потому что нельзя сюда приезжать, нельзя видеть мирных радостных белорусов. Зачем это? Понимаете, поэтому здесь все хорошо, начиная от эмблемы, от яркости, от количества площадок. 55 площадок одновременно, я просто, знаете, завидовала этой молодежи, которая имела такую шикарную возможность. А библиотека какая? А библиотека, пообщаться со сверстниками, обменяться подарками, услышать мудрых людей, договориться о том, что давайте мы завяжем связи и будем развивать, например, тоже институт волонтерства, уже как международного, на той же площадке белорусской. Это выгодно во всех отношениях. Поэтому я даже не берусь, сколько мог в численном эквиваленте российских денег это стоить, но это все равно феноменально. На моей памяти уже взрослого человека я бы по выгоде, по фееричности и эмоциональности сравнила бы вот этот фестиваль с фестивалем 1957 года. Тогда весь мир завидовал Советскому Союзу, и все ехали, и все хотели ехать в Советский Союз. Сейчас все хотели ехать в Сочи, в Российскую Федерацию. И дай бог, чтобы так было и дальше. Ну, а то, что наша делегация, безусловно, представительная, больше тем 600 человек, очень активные, позитивные, сумевшие пройти отбор и найти для этого время, ну, конечно же, молодцы. Очень важное, очень значимое мероприятие. И ведь это не только поднятие имиджа самой России, это поднятие имиджа нашей славянской цивилизации. Люди со всех стран, с многих 180 стран, да, представляли диверсигации, приехали и посмотрели, что тут не медведи по улицам ходят. С играми будущего, я напомню, в Казани сложилась примерно такая же ситуация, когда американцы, присутствующие там, очень удивлялись, что, оказывается, Россия не агрессор, и плохого тут ничего не происходит, и бандитизма повального здесь на улицах нет, а их пугает, что вот так. Технологии, проекты, сотрудничество, общение, культурный обмен, все это, и эти люди, эти молодые ребята, это будущие лидеры, это будущие политические лидеры, лидеры мнений, да, в своей стране, они приедут и скажут, нет, ребята, извините, вот это вот пространство информационное, я там был, я видел, вы уже меня не обманете, это самое главное. Вот давайте услышим прямо сейчас комментарий, как раз-таки той, которая там была и своими глазами все видела и участвовала. Послушаем Анастасию Цунгалеву. 630 ребят из Республики Беларусь представляли нашу прекрасную страну в Сочи. 7 дней для того, чтобы понять основной смысл мероприятия. Смысл в каждом из нас. Это та фраза, которая прослеживалась везде, во всех мероприятиях, на всех диалоговых площадках. Это независимо от того, это была политическая встреча, либо это было музыкальное шоу, мы все искали смысл, мы учились мечтать, вдохновляться, творить. Всех поприветствовал в своем видеообращении президент Российской Федерации Владимир Путин, где он в очередной раз подчеркнул значимость молодежи и значимость того, как молодежь сегодня строит будущее, как она влияет на будущее. Одно из, наверное, самых ожидаемых встреч, это встреча с Дмитрием Медведевым. Пожалуй, это то мероприятие, на которое пришлось очень долго постоять в очереди, но оно того стоило, потому что, я думаю, для меня и многих, все-таки Дмитрий Медведев – это лидер, лидер с большой буквы, человек, знающий свое дело. И, конечно, всех очень волновала тема, о которой он говорил, и, пожалуй, все мы получили ответ на вопрос, что же ждет Россию после победы в специальной военной операции. Для этого, пожалуй, мы там и были. Этот разговор, наверное, немножко нас удивил, он был откровенным, честным, но, наверное, этим он и подкупал. И, я думаю, для каждого присутствующего там это был значимый разговор. Торжественное окончание церемонии, когда весь зал, все участники фестиваля взялись за руки и вместе стирали границы между национальностями, где мы все вместе понимали, что только объединившись мы можем построить настоящее, успешное будущее. Насколько важно это было для студентов? Насколько важно для молодых людей? Это важно, потому что студенты, они сами по себе недоверчивые люди ко всему, да, и чем больше пропаганды, чем она навязчивая, тем больше недоверия. Студенты были и молодые люди Соединенных Штатов Америки. Это говорит о том, что они не доверяют в полной мере вот такой агрессивной, либеральной, ультра-агрессивной, ультралиберальной пропаганде, да, что они пытаются искать другую правду и что они не побоялись, да, бросить вызов общественному мнению в своих государствах и приехали посмотреть воочию. Я думаю, это такое первое окно, которое превратится в большой поток и которое просто снесет то, что сейчас мешает нам мирно существовать, сотрудничать, дружить. Чем обиделила Беларусь, что она сегодня изолирована, условно, с их стороны? У нас без виз, да, они закрываются, боятся, не пускают своих детей, людей, свои грузы свободно. Что? Чем мы провинились перед ними? Потому что как раз-таки такое информационное противоядие, о котором вы, Александр, говорите, это общественно-политические программы. В частности, в четверг на телеканале Беларусь4 стартует новый общественно-политический проект под названием «А что там на Западе?». Поговорим о важности таких программ. Данные передачи, они образовывают общество. Сегодня наше общество нуждается в дальнейшем в поднятии уровня политической своей направленности, своего вектора. Общество сегодня нуждается в разъяснении, в объяснении. И, к сожалению, во многом еще общество остается безграмотным в общественно-политическом плане. И сегодня вот эти передачи – это такое стимулирующее информационное звено, которое просто обязано быть. И мы начали их развивать, и остается пожелать успехов авторам и ведущим подобных передач. Нужны в целом программы достойного уровня образовательного характера, где бы люди могли делиться своим мнением. Может быть, где-то в чем-то ошибочном, но это не страшно. Мнение можно и корректировать под воздействием убедительных аргументов. Показывать, какие мы есть. У нас есть День народного единства, мы его все отмечаем. И поэтому такие программы еще раз нам напоминают о единстве белорусского народа. Что ж, это была программа «Свежим взглядом». Ну, а что там на Западе, вы узнаете уже в четверг в 20.10. Рады были провести с вами эти 50 минут эфирного времени. До встречи на телеканале «Беларусь-4 Гродно». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова